Сегодня вы узнаете, а быть может просто вспомните о простом препарате, который широко применялся еще в Советском Союзе и о нем знал практически каждый человек. Применяется он при порезах, ранках и ссадинах. Кроме того, этот препарат является очень эффективным и даже сегодня по цене он доступен каждому и купить его можно в любой аптеке. Сейчас на дворе весна, приближается лето и любой человек может пораниться, работая на приусадебном участке, на рыбалке или даже на работе. Как предотвратить попадание микробных агентов в рану и предотвратить ее загрязнение и инфицирование. Конечно многие скажут, что нужно обработать рану перекисью водорода и забинтовать и это конечно правильно, но намного проще обработать рану и применить простой препарат родом из Советского Союза, а именно клей БФ. Клей БФ-6 это ранозаживляющий и антисептический препарат. Используется для изоляции ран от загрязнения и инфицирования. Препарат способствует заживлению мелких кожных ран и ссадин. При использовании препарат образует на поверхности ранки изолирующую пленку. Эта пленка эластична и устойчива к механическим и химическим воздействиям, а также эта пленка водоотталкивающая. Клей БФ применяют также и в стоматологии. Клей наносится непосредственно на поврежденную поверхность тонким слоем, захватывая окружающие неповрежденные ткани. В случае нарушения целостности пленки сверху на эту пленочку наносят новую пленку, то есть еще один слой. Пленка образуется в течение двух-пяти минут после нанесения клея БФ-6 и прочно удерживается на коже на протяжении двух-трех дней. Клей БФ-6 предназначен для нанесения на открытые раны. Клей не вызывает раздражения и также не доставляет болевых ощущений. Его можно смело наносить на порезы и ссадины, а также можно применять и для детей. Применять клей детям можно только после одного года жизни. Перед нанесением препарата участок кожи тщательно очищают от загрязнений и при необходимости промывают ватным тампоном или марлевым тампоном, останавливают кровотечение и просушивают место подлежащее покрытию клеем. Препарат наносят на кожу тонким равномерным слоем до полного покрытия участка повреждения и прилегающих неповрежденных тканей. Марлевую повязку при использовании клея не наносят. В случае нарушения целостности полученной пленки поверх нее наносят новую пленку. То есть, если даже есть небольшое кровотечение, вы обработали ранку, нанесли клей и все равно кровь проступает сверху еще наносите один слой. Бывает достаточно 2-3 слоя и кровотечение прекращается. Применение клея убережет вас от дополнительных хлопот, а также предотвратит инфицирование раны и закроет ее от попадания воды и грязи. Будьте здоровы!